ну точно в 3 мы конечно могли начать еще я думаю что кто-то подойдет мне так кажется ваша рука от вам все. Руководство. Волос Америки. А вы зарегистрировались? Да. А там было написано. Я думал, вроде-то в Волос Америки. А потом, там не так написано. Так, дорогие коллеги, добрый день. Я рада вас всех приветствовать в независимом пресс-центре. Вы, наверное, первый раз о нем слышали. Но мы, наверное, надеемся, что, может быть, вы в последний раз сюда приходите. Мы сегодня собрались по поводу по-моему, очень интересного начинания. Открытие гражданского дискульсионного клуба. Возвратительным его является Игорь Борисович Чубайс, доктор философских наук. Вам его, наверное, представить не надо, вы его знаете. И я вам желаю клубу большого успеха в работе, чтобы все больше и больше участникам в этом клубе. Потому что темы, которые он собирается обсуждать, они действительно живут и пищи для нашей страны. очень важные и даже для всего мира. И поэтому я даю по раздеправлению вас просто приветствую, как руководитель этого процента, а передаю по раздеправлению докладчику и создательному руководству Игорь Борисович Чубайсову. Пожалуйста, Игорь Борисович. Спасибо. Спасибо. Значит, давайте мы договоримся, как мы будем работать. Есть предложение обсудить три вопроса. Первый вопрос. Мы поговорим о том, что такое есть инициативная группа. Вот она здесь рядом со мной находится. Я думаю, члены этой инициативной группы каждый из них что-то скажет. И я тоже скажу. А потом я сделаю доклад. А после доклада есть предложение провести обсуждение и дискуссию. Вот так я предлагаю. Я думаю, что часа за полтора, за два мы все это сможем провести. Хотя, не знаю, кто-то опаздывает, кто-то научит. Подъедет, кто-то включится. Вот такое предложение. А тот, кто захочет, вообще, тот, кого это заинтересует, сможет записаться в клуб, потому что это вещь открытая и это только формирующаяся вещь. Ну что, Сергей, может ты начнешь говорить? Кто-то с первой по алфавету? Да, да. Ты, конечно, ты. Ты разугируешь. Ты. Ну, скажешь что-нибудь? Ну, что-нибудь скажу. Ну, давай скажи. Вот Сергей Волков, доктор исторических наук. По отчеству как? Что? По отчеству. Сергей. Владимир Владимирович. Все притокально. Поговорю. Ну, насколько я понял идею этого клуба, речь идет о создании некоторой площадки для обсуждения вопросов, которая по заду причин не приемлема для практически всех средств массовой информации, которые обычно просто замалчиваются. То есть, речь пойдет вот сегодняшний доклад, как вы видите, о такой ключевой проблеме, например, как правоприемство нынешней эрефии от чего, собственно, от, либо от исторической России, либо от Совдепии. Поскольку нынешняя идеологическая ситуация такова, что именно и этого вопроса официальная пропаганда всячески избегает, то вот Игорем была предпринята попытка создать такую независимую площадку для обсуждения этих вопросов, где можно было бы озвучить различные мнения по этому поводу. Ну, что касается людей, вот с самого начала было решено, как бы специально по спискам никто приглашаться не будет, а будет значит дано знать о существовании такого места, где вот эти вопросы будут абсурдацией, заинтересованные лица предполагалось, что они будут приходить, поговорить, рассказать свои соображения. Ну, понятно, что не всякая полемика, всякая дискуссия, она может вестись в определенных, так сказать, геологических рамках, но бессмысленно, например, вести дискуссии, допустим, с коммунистами, с торгунниками советского режима, поскольку ну, так же, как бессмысленно, например, я не могу себе представить дискуссию между людоедом, так сказать, нормальным человеком, между прокурором и вором в законе, так что естественно, что предполагается, что в работе клуба будут принимать участие лица, которые имеют хотя бы некоторые точки соприкосновения, вот, хотя бы некоторые базовые точки соприкосновения. Только в этом случае возможно какое-то плодотворное обсуждение, поскольку если цель хотя бы в общих чертах признается, так или иначе, то можно говорить о путях ее достижения, о нюансах, о вариантах и так далее. Но вот как будет понятно из первого доклада, который сегодня будет сделан, некоторые базовые идеи, они таковы, что в принципе люди, которые их не разделяют, едва ли будут принимать участие, поскольку Ну, а, собственно, все я как раз 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 хорошо. Юра проскоряков. Скажите, что ли, где-то? Ну, буквально вот несколько... Да, вы нас снимаете, расскажите. Куда все... это пойдет на живое телевидение, то есть будет запись будет опубликована в интернете, на сайте живого телевидения и на сайте, который... если кто-то интересуется, дальше создана страница для дискуссионного клуба, ну, и все желающие могут взять себе а также вот ознакомиться с декларацией клуба, ну, сами сделайте, это окажется более-менее удобно. Ну, я могу сказать нескольких слов, почему меня лично заинтересовало участие в службе, потому что помимо того, что я участвую в интернете телевидения и еще в других проектах, которые связаны с культурой, я писатель, и мне кажется, что важно обсуждать не только вопросы преемственности государственной и административной, но и преемственности литературной, поскольку на протяжении своей жизни я наблюдал, как всячески препятствовали такой литературной и культурной исторической преемственности. Поэтому, мне кажется, это очень важные вопросы и задачи, которые нужно решить. Спасибо. Так, но я тоже хочу несколько слов сказать о Курде, а потом уже делать доклад, а потом обсуждать. что еще не прозвучало о Курде. Во-первых, клуб не создан, он создается, он формируется. Мы исходим из того, что, возможно, некоторые участники сегодняшней встречи захотят участвовать и в работе в дальнейшем году. Это, можно сказать, возможно. Мы за то, чтобы дискуссии были открыты, свободны полемизировать, дискутировать, встречаться за кафедрой и столом дискуссий можно с любыми людьми, которые готовы на разумительную дискуссию. Почему вообще клуб возникает сейчас? Я хочу несколько таких моментов назвать, которые, мне кажется, существенны. Вы знаете, что несколько недель назад был, наконец, после 15 лет дискуссии, был реабилитирован российский император и его семья. Кстати, далеко не все, кто были в доме Ипачева расстрелянная. Кстати, не кстати, это очень подходит. Не все до сих пор реабилитированы. Вообще, если говорить на эту тему, то надо иметь в виду, что с 17 по 53 год, то есть за 35 лет, было уничтожено в нашей стране собственной властью несколько десятков миллионов человек. Вот это продавалось 35 лет. За последующие 50 с лишним лет до сих пор большинство, мы не знаем, кто реабилитировал, какая часть реабилитирована. Нам об этом как-то не сообщают. Это вопрос неважный. Более того, когда я слушал это сообщение о том, что семья Романова реабилитирована, у меня возник такой вопрос. Ну, и что дальше? И все. Более того, даже Закатов, юрист Российского императорского дома, когда у меня спросили, а что будет дальше? Ничего, реабилитировали и все. У меня возникает вопрос, а разве не следует привлечь к ответственности ту систему, тех людей, те учреждения, которые осуществляли это. То есть, вот нашли преступника, но вот нашли, и все, и больше ничего. Поэтому одна из целей клуба как раз заключается в том, если он состоится, и он получится, в том, чтобы провести гражданский, открытый суть над советской системой, которая уничтожила гораздо больше наших людей, чем Гитлер. и Ленин и Сталин уничтожили столько, сколько не снес никакому Гитлеру. И мы как бы вот спокойно, ну что ж, дело же действие, всякое бывает, но тогда и дальше это будет продолжаться. Надо поставить точку в этом деле, очень жирную, ясную, разумительную точку, иначе мы никогда не выйдем из этого кошмара, который в какой-то мире продолжается. Так что один мотив это реабилитация Николая Второго, которая вот ничем не закончилась. Просто реабилитация и все. Второй мотив, второе соображение, которое меня волнует, вот сейчас у нас тиражи самых больших газет, газета «Известия», вообще национальная газета, которую я ежедневно читаю, я лично ее читаю давно. У нее тираж 200 с лишним тысяч экземпляров, поэтому большинство людей ее не читает. Но если делать мониторинг газеты «Известия», я могу сказать, я знаю, что она писала 10 лет назад, 5 лет назад, что она пишет в последнее время. Вот 10 лет назад в газете «Известия» имя «Сталин» в любом контексте вы встретили, может быть, один раз в месяц. То же самое про советские символы, про советское государство, просто этого не было. Уже все, эта тема умерла. Вот если вы читаете газету «Известия» за октябрь-ноябрь, то вы увидите там материал на целую полосу 95-летие председателя Совета Министров РСФСР товарища Соломенцева. Вот был выдающийся государственный дельтель, как выяснилось. Вы прочитаете за этот же месяц большую полосную статью о 90-летии министра внешней торговли Советского Союза Патоличева. На 7 ноября вы могли прочитать целую полосу воспоминаний о лидерах революции, рассказывают их потомки, всякие внуки, внучатые племянники, потомки Ленина, Держинского, Троцкого, Сверлого. Причем, ну, понятно, что эти люди будут говорить о своих знаменитых предках. Они, естественно, прославляют, хотя, если вот эту полосу прочитать, там любопытный мотив, потому что каждый из них, не сговариваясь с другими, рассказал, что в репрессиях это не Сверлый, что это вот он был замечательный человек, нет, что у Ленина. И вот что жестко, хочу сказать, там идет потомок, какой-то племянник, Бог его знает, Владимир Ильича, который, нет императора, это точно Владимир Ильич тут ни при чем. То есть, каждый из них в основном оправдывается и создается как бы новый контр-миф. Ну, вот таких публикаций о Сталине, о сталинизме, о советской системе становится все больше. У меня, например, произвела впечатление такая вот изощренная, я бы сказал, пропаганда. Это было не в последнем месте, немножко раньше. Есть в известиях такой талантливый журналист Соколов Митрич, довольно молодой парень, интересный, перспективный. Он написал большой тоже материал, больше полосы, об отце, у которого 9 детей. Вот жена умерла, он остался один, и он тянет этих 9 детишек. Тяжело ему очень, денег не хватает, он там и так перебивается, и сяк, и обманывает его, и те, и другие. Очень тяжело. Вот самый критический момент статьи, он там трижды в этой статье большой, у читателей уже прям слезы наворачиваются, и как бы такой вопрос возникает, а как же он это выдерживает? И идет ответ, так он же в сталинской закалке. Это же человек настоящий, в сталинской закалке. Вот так вот из-под тяжка еще. То есть меня лично, как гражданина моей страны, это чрезвычайно беспокоит, и чрезвычайно задевает, и оскорбляет. Я не хочу в этом участвовать, это не мое, это не моя история, это моя трагедия, это моя катастрофа, я хочу на это реагировать. То есть вот этот сталинизм становится все более такой нахрапистый, отчаянный, активный, и вы видите, что имя России, там, Сталин конкурировал за лидерство, учебники по нашей, по российской истории, теперь уже не только учебник Филиппова, но учебник Данилова, в которых повторяется, что Сталин был великий политический менеджер, это идет школу, это идет школу, я работаю в ВУЗе, я знаю, как изменились настроения студентов, и вот я почти уверен, что вы этого не замечаете, если только ваши дети, не студенты. Сейчас коммунизм, самые активные коммунисты, это молодежь, самые активные сталинцы среди молодежи, среди студентов, я даже могу назвать год, когда это произошло, потому что я читаю свой курс, который воспринимался очень позитивно, вот новый учебный год, и когда я начинаю, они слушают, когда я начинаю говорить о советской системе, почему это вы критикуете, у меня даже был такой разговор, документальный, я вот ручаюсь за каждое слово, когда в Москве студент мне сказал, что вы нам рассказываете про лагеря, где они были, где, какие десятки миллионов, а был один единственный лагеря, вы можете представить, что были лагеря, а где транспорт, как это туда подвозили, десятка миллионов, как подвозили, что он нам рассказывает, и он не то, что, он даже не промолчал, он активно вступился, это здесь, это в Москве, что происходит в других городах, можно только догадываться, значит, система информации перестроена, система обучения построена, общественное мнение сформировано, памятники стоят, вот в этой ситуации мы находимся, поэтому я думаю, что на это надо реагировать, и никто за нас это не сделает, никто за нас не будет реагировать, и последний мотив, который мне кажется, о котором я хочу обосказать, который связан с вот этой идеей создания клуба, у нас, ну, можно сказать, есть какая-то политическая жизнь, хотя, может быть, это большая переоценка, многие говорят, что никакой политики нет, и все ушло, ушло под ковер, и все как бы невидимо, непрозрачно, нетранспарентно, и так далее, и так далее, но, если говорить о каких-то политических проектах, программах, направлениях, которые формулируются, то понять их можно в следующем контексте, вообще у нас есть левые, правые и центры, и вот сейчас только что создана новая правая партия, я как-то, я был на обсуждении в деловой России, когда они готовились к этому, я говорил, что я вот не видел, чтобы какой-то молодой человек шел в ЗАГС с резиновой девушкой, а почему вы предлагаете создать резиновую партию, и обо всем, почему все это прям публично говорит, что это проект, разработанный в администрации президента, а что же это за партия, партия создается снизу, она создается не по указу, все какие-то искусственные игры, имитации, которым нас приучают, и не скрывают, и говорят об этом прямо, но дело даже не только в этой правой партии, я считаю, что само деление на левый, правый и центр, неадекватно, оно не годится, оно ничего не проясняет, коммунисты у нас там левые, а у них такой там националистический компонент в их программах, что они скорее правые, а яблоко это кто? это правые, но у них мощные социальные предложения, они левые, вы в этой терминологии не опишите, не классифицируете, а в какой терминологии можно описать? вот скажу коротко, после 91 года, после распада Советского Союза, наша страна до сих пор не определила свою идентичность, а кто мы? мы в какой стране живем? и у нас существуют только три возможности восстановления, формально, три возможности восстановления своей идентичности, новая Россия после 91 года, может быть новым изданием СССР, новой улучшенной, исправленной моделью СССР, есть такие сторонники, есть такая партия, на мой взгляд, это было бы катастрофой и тупиком, но логически, формально логически, это возможно, второй вариант, новая Россия, может отказаться от всей своей истории, все неправильно, идти западным путем, идти западным, вот, кстати, Сережа Марков, который был на обсуждении в деловой России, Российском, а давайте назовем партию европейская партия, я говорю, давайте назовем американская партия, еще, еще, и как-то и все стало ясно, да, вот, ну, то есть, зачем же в России, в Америке, с уважением, где, кстати, вот, корреспондент был из Америки, я с уважением отношусь к любой стране, к любой стране, но там же никто не создает русскую партию, почему мы должны создавать американскую или европейскую, то есть, у нас есть три варианта, либо движение назад в СССР, либо отказ от всей истории, движение на Запад, что очень странно, у нас все-таки 12-ти вековая история, либо третий вариант, который вообще не присутствует в общественной жизни, Россия может самовосоединиться с тысячелетней Россией, мы страна, разделенная во времени, после 17-го года, это не СССР, это другое государство, и если мы вернемся к себе, но не в 19-й век, а напротив, сигналы и импульсы из нашей истории, из нашего богатейшего опыта, впишем сегодня, в современность, тогда мы, как бы, почувствуем себя дома, мы будем жить в своей стране, и вот такого проекта, проекта преемства, проекта связи с тысячелетней Россией, сегодня не существует, он не готовится к администрации президента, хотя есть такие движения, которые можно назвать движением Венегрета, или партией Венегрета, которые и за СССР, когда надо, и за Запад, когда надо, и за тысячелетнюю Россию, когда надо, и когда не надо, Но не все совсем совместимо. Соединить советское ни с чем нельзя. Советское и западное несовместимо, советское и российское несовместимо. Поэтому как раз и нужен настоящий проект, который до сих пор толком не возник. Хотя надо сказать, что мы не первые. Я вижу, что здесь сидит редактор журнала «Посев», который фактически этим и занимается. Существует дворянское собрание, существует российский императорский дом. Я думаю, что это движение должно быть более мощным, более широким, более гласным. И вот это является аргументом в пользу создания такого клуба, клуба «Россия», который выступает за приемство с тысячелетней Россией. С учетом того, что произошло за 70 лет. От этого никуда не уйти. Вот это коротко о том, зачем нужен клуб и какие идеи возревают в этом клубе. А вы для себя решайте. Стоит вам включаться в работу клуба или нужно его критиковать, или еще какие-то идеи подходят. Вот первый вопрос мы исчерпали. Если нет каких-то принципиальных соображений, то я сразу перейду ко второму, к второй теме, к второму сюжету. Или что-то вы хотите сказать. Пожалуйста, ради Бога. Вообще я хочу сразу сказать, что нормальная форма общения, это, конечно, не монолог, а диалог. И мне не мешает, если вы, вот я начну делать доклад, вы будете что-то, какие-то реплики бросать, соглашаться или не соглашаться, ради Бога. Я пойму настрой аудитории. Может, я ломлюсь в открытую дверь, а может, наоборот, это никому не понятно. Без контакта не ясно. Пожалуйста. Для начала вопрос. В связи с кризисом. Абрамов Михаил Давыдович, в связи с кризисом, как-нибудь, по вашему мнению, перспективы проекта меняются с экономическим и финансовым кризисом? Вы знаете, я думаю, что болезнь нашей страны, к сожалению, гораздо глубже. Поэтому дело не в экономике. Некоторые люди думают, что самая острая проблема, это проблема экономическая. Вот жить не на что. И это действительно ужасно, когда человек в таком состоянии. У нас 4,5 миллиона бомжей, 4,5 людей вообще выброшено на улицу. Какая там рождаемость, если 4,5 миллиона вообще не обустроится? 10% среди них люди с высшим образованием. Повторяю, что многие думают, что самая острая проблема экономическая. Она очень острая. Но самая глубокая проблема, проблема идейная. Надо сначала понять, кто мы, а потом решать остальные проблемы. И не решив эту проблему, кто мы, не решив проблему своей идентичности, ничего нельзя сделать. И это я поясню простой поговоркой, которую часто вспоминают. Мне говорят, что это абстракция, идентичность, идея. Да вот жить надо сегодня, надо как-то заниматься, семью кормить. А вот есть такая народная поговорка, кстати, афганская. Дольше всего идет тот, кто не знает пути. И в этом суть. Если мы не поняли, кто мы и куда мы идем, мы никогда не придем. Мы так и будем болтаться. Поэтому экономический кризис, это вещь серьезная, конечно. Но это вопрос не первый. А еще до экономического кризиса нужно понять, кто мы и как нам его решили. А потом будет ясно, как вы решили. Да? Решите? Да, конечно. Информационное агентство Факт-Видео, Байков и Даркатериев. Помню, помню. Ну, я думаю. Значит, вы сегодня сообщили новость 20-летней давности. Значит, о том, что надо подвести черту под советским периодом. Ну, я думаю, что вы все прекрасно помните, что в 92-м году состоялся конституционный суд, в котором были приняты определенные решения. Он был неодвинен до конца. Чем вызвана такая, так сказать, вот с вашей стороны сегодня желание довести этот вопрос до конца? По сути говоря, сегодня КПСС-то у власти. И, слухом говоря, тут, я думаю, что у вас нет никаких иллюзий. Это вот, ну, это чисто такой вот вопрос замечаний. Как вы считаете, вот это может стать одной из основных тем обсуждения в клубе? Это было бы, вот с моей точки зрения, это было бы интересно. И еще одно, так сказать, вопрос замечаний. Вы сказали, что никому неизвестно, сколько погибло и так далее. Но это совсем не так. Буквально вот 29-го числа у Камня зачитывались очередные списки расстрелянных в том здании, которые находятся всем известным, где раньше стоял Феликс Емундович Дзержинский. Вот и списки миллионов людей содержатся в комитете и в мемориале. Они все есть. И, собственно говоря, они набирают свою силу. Мне кажется, что это тоже один из предметов обсуждения на клубе. Ну, наверное, я пока ограничусь. Понятно. Значит, поскольку вы в такой боевой манере меня заставляете быть активным, значит, я вам отвечу. Во-первых, в вашем первом вопросе содержится противоречие. Потому что вы сказали, что всем известно то, что 20 лет назад было известно. Начало вопроса, а конец вопроса. Но сейчас КПСС находится у власти. Значит, тогда что-то не совсем увязывается. Но что нам надо ответить? Я не думаю, что КПСС находится у власти. Я думаю, что номенклатура находится у власти. Это не одно и то же. И вот тогда, когда мы 20 лет назад боролись с существующим режимом, мы не совсем правильно представляли себе цель. Мы считали, что главное разрушить КПСС. Оказалось, что номенклатуре абсолютно не плевать, под каким. Мы думали, что главное развалить КПСС, разрушить КПСС. Оказалось, что номенклатура, которая сидела за ширмой КПСС, я абсолютно наплевать, под каким кладом выступать. Под зеленым, под красным, под желтым. Но еще какая разница? Главное иметь власть в руках. Поэтому я бы не сказал, что сейчас КПСС у власти. Я, кстати, что касается рядовых, обычных коммунистов, стариков, которые ходят с красным флагом, я им сочувствую. У меня нет желания выдать что-то такое, отругать их. Да нет, почему? Но они заблуждаются. Это я виноват. Потому что я профессия, я философ. Я должен был им объяснить. Не все, кто-то там, не знаю, уголь добывает, кто-то улицы метет, а кто-то занимается гуманитарной деятельностью. Вот вы объясняете. А объяснение-то не последовало, они запутались. Вот коротко ответ на первый вопрос. Надеюсь, понятно. Но могу добавить, почему я занялся. Потому что, когда вот в 91-м году произошло то, что мы все приветствовали, потому что тогда никто не вышел с другими розыгами и флагами, то я этим очень активно... Вот у меня значок польской солидарности. Еще в 68-м году, 21-го августа, были введены войска в Чехословакии, а 24-го я вышел на площадь протестовать. Поэтому я этим занимаюсь давно. Но когда вот в 91-м году все это произошло, то казалось, что мы победили. Многие мои друзья пошли во власть, многие мои друзья пошли в бизнес. Но у меня я тоже колебался. Я живой человек из Куши немного, да? Но я все-таки решил, ну, все-таки вот у меня же есть профессия. Я философ, я доктор. Сейчас я действую доктор философских наук. И, я, кстати, не представился, я директор Центра по изучению России в Университете Дружбы Народов. И я решил, что надо во всем этом теоретически разобраться. Я занимался, я писал, я написал довольно много работ, и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, сейчас я чувствую у себя такую теоретическую базу для того, чтобы этим заняться. Я это исследовал, я это изучал. А что касается второго вопроса, вот никому неизвестно, сколько погибло, или всем известно, сколько погибло, но если зачитан список, сколько погибло в здании на Лубянке, и то я сильно сомневаюсь, я уверен, что это неизвестен весь список. 30 тысяч. Да. Сколько времени на 37-38 годах? Ну, я могу вам сказать, не уверен, что вы были на таком месте мемориальном, которое называется Коммунарка. Это примерно 4-й километр Калужского шоссе, где происходили захоронения. Вот Южная Бутова известно, потому что там многие обычные люди, известные люди, а в Коммунарке хоронили, не хоронили, а сбрасывали в ров Бухарина, Блюхера, Тухачевского. И вот там сейчас поставлен храм, и на вопрос сколько, но это сам вопрос звучит глупо, как здесь же нет, здесь же это же не могила имены. Ну, известно, что привезли великий монгольский народный хурал, да, весь расстреляли, и там вот поэтому стоит памятник от монголов великому народному хуралу. Это можно посчитать. Известно, вот якуты поставили памятник, а в основном ровные места, и сколько там лежит, сколько костей, столько остатков. Поэтому это очень принципиально, это неверно, что мы не знаем, сколько погибло наших людей. Есть расчеты приблизительные наших ученых, и называются цифры разные. Что касается власти, они каждый раз называют цифры разные, но понятно, что речь идет, несомненно, о десятках миллионах людей. У нас есть сейчас цифра, сколько погибло в Великой Отечественной войне. 27 миллионов человек. Сколько погибло от тоталитарной власти. Официально эту цифру не я должен называть, и не вы. В стране есть президент, который обязан это сказать со всем авторитетом, со всей ответственностью, признать это, и вести день памяти, день траура. Понимаете? Вот этого нет. Поэтому я считаю, что вопрос не решен и не закрыт. И повторяю, что реабилитация идет 50 с лишним лет. Сколько не реабилитировано, нам не сообщали. Я звонил, кстати, я разговаривал в свое время и с Яковлевым, который был председателем комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при президенте Российской Федерации. И когда я ему первый раз сказал, Александр Николаевич, ну сколько же можно реабилитировать? Ведь Германия же не реабилитирует там сожженных евреев в Холокост, да? Там просто признано, что власть была преступной. Когда он это выслушал, он его схватил за руку, отвел, мы в какой-то конференции были, отвел в комнату, где никого не было, и полушопотом стал говорить что-то невнятное. И в общем, что же мы предлагаем, как судить? Как? Что? Мы реабилитировали. Так они так будут тысячу лет реабилитировать. Может быть, что-то другое надо сделать. Вот ответ. Есть еще вопросы? В порядке предложения. Но я думаю, что по вопросу жертв, я думаю, что участие представителей мемориала, которые обладают этими списками, я не знаю, бывали ли вы в мемориале, там все забито письмами и документами. А я с этим не спорю. Я не сомневаюсь, что там все забито. Только цифры у нас нет. Вот они не могут быть конечных цифр и нет. О чем мы спорим? Я не вижу, нету спора. Вы считаете, что у нас в стране есть точная цифра? Нет, этой цифры нет. Вы о чем-то спорите? Мы спорим сейчас о Холокосте, простите, о Голодоморе. У нас нет цифры, сколько погибло. Украина не может разобраться, они называют разные цифры. Я был на программе с первым президентом, не с Кучма, да, Кучма был. Кравчук, да. Он говорит, 7 миллионов. Я говорю, здесь историк, нет, там огромные жертвы, но не 7, меньше. А вы знаете, сколько погибло в Монголии? Это вообще сейчас не вспоминают. И монголы молчат, им просили долги советские. И они помалкивают. А какие там были, а сколько в Казахстане? А посол Казахстана, не буду говорить, в какой стране, не в России. Мы не можем эту тему, потому что у нас население русские, и они не проинформированы. Если мы начнем говорить, что происходило, что же будет тогда в Казахстане? То есть, это даже вопрос поставить нельзя, не то, что ответ. Задать этот вопрос невозможно. А вы говорите, что все известно, но я как бы рад за вас, если вам все известно, мне там ничего обсуждать. И если бы Украина не поняла вопрос Голодомора, то мы бы и сейчас не знали, что вообще такое было. Потому что я, повторяю, я преподаю постоянно, когда я начинал в УЗИ говорить студентам, меня смотрели, что как это, миллионы людей, что выиграют, что тут все-таки как-то отвечают за свои слова, да? Вот сейчас Украина этот вопрос подняла, и у нас идет ответ. В чем с моей точки, на Украине это поставлено неправильно. Потому что их президент Ющенко говорит, что это геноцид русских против украинцев. Неправда. Это геноцид власти, которая была в этой стране, против всех народов нашей страны. И он не то делает. Вот в результате, а ему-то как это геноцид русских? Да что же он нас оскорбляет? Нет, да Медведев кто сделал, когда он не поехал туда? Ведь он мог туда поехать, и как-то прояснить. Конечно, он демонстративен. Вопрос еще больше запутывается. И у нас еще хуже вопрос не решен. Вопрос не кто за это отвечает. Понимаете? Да, вот императоры реабилитировали и дружно встроенными рядами вперед. Ответил, да? Надеюсь. Можно я какую-то справку? Довольно убедительная прикидка по потерям в репрессиях и во время войны сделана в одной из последних книг Марка Солонина. Это вот историк, которые копают в начальный период Отечественной войны. Там буквально он очень логично сделал. Он доказал, кстати, и показал, что советские цифры вот эти 20 миллионов и прочих, они сделаны от фениксов. И от них нельзя плюсовать. Нельзя плюсовать к 20 или минусовать. А вот убедительная прикидка там меньше получается. Но все равно ужасно, огромное количество. Там не 20, а там где-то 17-15. Великой Отечественной? Да? Нет, он там дает расплату. Кто-то погибло. Немирного населения. Сколько? Я не скажу, что власти завышают количество жертв в Великой Отечественной войне. Вот эта цифра, которую выдала в конце концов советская власть, одна из последних, 20, она была от фениксов. 20, а 27. Она была от фениксов. Хорошо. И это показано в Северной. Ты почитай прохлад. Представьте, пожалуйста. Я бы хотел, чтобы мы не стали спорить по этой теме, которая сейчас нерешаема. Еще раз повторяю, проблема не в том, что один автор и следователь назвал одну цифру, а другой назвал другую. Я хочу слышать от руководителя страны, в которой живу. Это цифры. Это есть вещи, за которые я отвечаю, а есть вещи, за которые отвечает президент. И он должен это сделать. Понимаете, а не каждый раз какой-то генерал КГБ выбегает к телекамере и рассказывает, ну, там 12 тысяч было расстреляно всего, а 15 тысяч. И все время разные цифры, и все время они совершенно неадекватны. Это должен сделать президент. Если были принесены извинения полякам за... Чехов, Чехловакии были принесены извинения президентам за 68-й год, венграм за 56-й, а у нас все замечательно. Мы как бы по-прежнему вперед. Но ты не дождешься этого. А вот ты не дождешься, чтобы я не дождался. Я дождался. Я дождался. Я дождался. Не дождался. Вот для этого... Не 12 лет. Не надо. Не надо. Хорошо. Если нет вопросов... Есть вообще? Я еще доклад не сделал, а вы же меня завалите. Договорите, говорите. Представьте столько, пожалуйста. Да, конечно. Сергей Магарин, факультет сенсологии Российской государственной гуманитарной университета. Уважаемые коллеги, по-моему, даже вот этот бедлый обмен мнениями показывает, что в суммечном сознании в современной России не от дискутированных проблем хватит работы таких клубов на десятилетия. Поэтому я лично идею создания клуба всячески приветствую. Прошу меня записать в активисты, в члены клуба. Но есть совершенно прагматический вопрос. Вот сейчас мы больше напоминаем экспертное сообщество. Предполагают ли организаторы достаточно такой массовый формат работы клуба? Чисто такие организационные аспекты как предполагается решать? Даже три часа дня не очень удобное время для участия массовой публики в работе этого высоко профессионального, высоко интеллектуального сообщества. Ну и значит, хочу поддержать Игоря в части массовых молодежных настроений. Уже порядка десяти лет я читаю свой курс социологии общественно-политического процесса современной России на факультете социологии и действительно чем дальше тем больше жесткие оценки происходящего в том числе здесь и сейчас вызывают удивление вызывают недумение вызывают отторжение а то и откровенные неприятия. прошедший зимой просто со мной произошел совершенно конкретный случай. На вечернем отделении возникла такая небольшая группа оппонентов они просто пошли в доконат жаловаться. Очерняют все у нас крещут да, примерно все у нас достаточно замечательно что интересно лидером этой группы был молодой парень который себе сказал я внук генерала КГБ с 40-летним стажем на мой вопрос а почему же КГБ вообще не встала на защиту Советского Союза комитет государственной безопасности ответ был замечательный по своей откровенности и цинизму у нас другая концепция разделяй и властуй я и мои друзья сейчас при машинах при деньгах все замечательно так что нам хватит работы на многие годы спасибо я думаю что касается клуба я сейчас коротко отвечу во-первых вопрос о клубе вопрос открытия вот действительно мы с Сергеем обсуждали мы не знали сколько придет человек может быть два человека придет может быть 20 может быть 30 будет ли интересно неизвестно мы сейчас это решаем мы посмотрим но у меня все-таки есть некоторый опыт о котором не могу здесь не сказать вот 20 лет назад я выступал на митинге на первом митинге который я и вел 25 марта 89 года в Лужниках был 100 тысячный митинг я сказал те коммунисты которые считают что нам нужно реформировать существующую систему давайте соберемся собралось человек 50 возник московский партийный клуб через некоторое время возникли партклубы по всей стране и через некоторое время была создана демократическая платформа в которой было 8 миллионов человек без всяких денег без всяких влияний мешать мешали но инициатива была нормальной мы же здесь живем какие деньги а сколько там денег не знаю если это нужно вы извините за вульгарные налоги но муж с женой же не спит за деньги он ее любит а почему нужно за все если мы интересуемся этим если это не кто-то выдумал если это один человек выдумал или три человека выдумало и это никому не нужно ну значит значит неправильно выдумали значит сидите со своими мыслями и ковыряйте себя в носу а если это волнует других вот мы хотим выяснить если это волнует других если это актуально давайте сделаем такие клубы давайте попробуем наши конечно собираться надо конечно вечером что касается времени это совершенно конкретный вопрос я очень благодарен Наталье Александровне директору пресс-центра которая согласилась совершенно бесплатно дать нам помещение и давать его в будущем но когда мы обсуждали время она сказала ты знаешь если ты назначишь на вечер то те кто захотят придут но журналистов здесь не будет а для нее ну и для нас тоже важно чтобы был какой-то резонанс я же не могу обойти все квартиры в Москве и сказать вы знаете да то есть важно какой-то резонанс поэтому мы решили открыть в три а дальше вот мы посмотрим кто захочет а дальше мы это будет у меня конечно вечернее время все еще значит я представлю Щекочекин Виктор Владимирович я главным титулом сам считаю что я член конституционного совещания был и все вауле этих событий в настоящее время я преподаю в ряде ведущих вузов в основном философии так как пришел кроме препятствий председательствующего что тот путь о котором он говорил должен в голове созреть и самое главное дать идеологию против которой особенно демократ и он сейчас комментировался и преподаю из-за этого принципиально ушел из бизнеса и сократил свои карьерные амбиции по Сократу и Платону что не можно стать философом и идеологом и с ним заниматься бизнесом или договориться власти так вот и преподаю экономическую теорию так как у меня образование считает как замясть это как практическая чтобы далеко не отдаляться Маниловщиной в идеологии и философии не заниматься членом правления московского общества мировую экономику так как без глобализации России не решить никакие вопросы с выходом на планетарную экономику в моих в том числе мы занимаемся со студентами и также современные международные отношения просто представиться хочу так вот я одним штрихом хочу поддержать нашего председателя на предмет цифр и присутствовал я у камня и много раз слышал разговоры моя теща не коммунистка очень сознательный интеллигент научно-технический она со страстью каждое обеденное время мне доказывает что нигде не сказано что были лагеря и были тысячи людей человек грамотный очень интеллигентный но убежденный настойчиво мне доказывает это второй штрих я полностью согласен в агрессивности иногда я бы назвал грубое слово рефаншизме некоторых студентов которые озадачиваются черными куртками и влияют очень последние пятилетия не десятилетия не оговориться на позицию сталинских моментов и самое главное советской идеологии правильно я сказал здесь председательство даже не коммунистическая а именно советская идеология им очень импонирует так вот поэтому меня так же я присоединяюсь к уважаемому вот здесь выступал запишите в активные члены и на организационном я бы так не стал вставать и представляться для первого раза но будучи тоже на многих мероприятиях аналогичных я отслеживаю в том числе вчерашние мероприятия которые пополнены союза правых сил я изначально все как не знаю еще авдора и заканчиваясь сейчас сегодня была большая объемная комментария белых по эхо Москвы значит полностью согласен с выводами кто не вошел в эти правые структуры значит но однако мне кажется в стране есть люди которые как минимум имеют право значит отметиться в голосовании что они думают не так как официальная власть в этой связи для на мой взгляд извините если я немного буду говорить не в тональности сегодняшнего собрания меня интересует результативность в том числе и первые встречи я немного опоздал на две минутки не слышал у нас по регламенту два блока вопроса первый информационно организационный а второй доклад потому что два этих вопроса по объему очень большие я скажу что было ясно первый вопрос просто информация о клубе каков замысел потом доклад а потом обсуждение я очень вас уважаю лично незнаком много слышал и читал особенно вот таких вот о ваших мероприятиях но хочу реплику одну сказать если вы каждому будете в диалоге отвечать тогда мы вообще до вечера не закончим вы накапливаете материалы закономерные высказываете свое мнение я просто не в плане того что вы меня перебиваете я перетерплю это я волнуюсь что у меня регламента не хватит и аудитория уставит значит первое если мы разделяем на два больших вопроса плюс-минус мы сейчас заканчиваем у меня по первому вопросу возникло следующее первое листок я взял как член правления философском обществе в институте философии ваше объявление написано подписаны значит четыре фамилии Балмасов Волков Праскуриков извините если я не брал и Чубай я бы хотел этих людей увидеть представиться познакомиться подать минуточку все тогда я извиняюсь я почему это сказал меня интересует инициативная группа будет ли она расширяться и далее как она пойдет по перспективе если об этом был разговор тогда не надо второй раз повторять я у людей узнаю второе организационные ресурсы несомненно когда будет идея завораживающая найдутся средства я с бизнесом работал даже бизнес может пообходить но все равно моменты организационные они мне кажется сейчас стоят остро особенно на ранней стадии для меня во всяком случае время и место и структуру очень интересны и последнее план оргпероприятия извините за такой сухие языки чтобы он был результативный если мы сейчас будем затратить всю историю России и особенно ее преемственности до 17-го года в настоящее время мы превратимся в дискуссионный научный клуб историков и наверное те задачи которые вы в своем объявлении поставили не все будут охвачены в какой связи может быть все я заканчиваю я заканчиваю последний вопрос последний я просил меня простить за настойчивость но я от сопереживания данного момента только а не из-за того что и уважение все последний я говорю желательно так как после вашего доклада многие могут устать при всем уважении какие нас ожидают организационные моменты ближайшие хотя бы месяц два извините если я был настойчив я отвечу коротко вы с супругой решили что пора заводить ребенка я к вам пристану а он пойдет на медицинский факультет или на матмер давайте сначала начнем а потом будем обсуждать план есть еще вопросы или нет или можно сделать наклад я давайте какой-то регламент я надеюсь что минут за 30 я его не проговаривал делаю первый раз но я постараюсь минут за 30 уложиться правда я буду рад если у вас будут возникать какие-то реплики и вопросы тогда это будет немножко дольше вот что я хочу сказать значит доклад с которым я хочу выступить тема с которой я хочу выступить вот такой заголовок есть ли в России социальная наука или почему мы не понимаем свою страну и сначала короткое вступление вот все советские ученые все гуманитарии социальные исследователи все они доказывали неизбежность победы коммунизма но после долгих доказательств этой неизбежности советский союз рухнул и прекратил свое существование ни один из титулованных не титулованных не раскаялся не расплакался не сказал что он оказывается был некомпетент ничего не произошло все нормально я постоянно слышу в чем выступить философия там есть целый ряд для меня вполне уважаемых людей которые ко мне относятся хорошо я к ним отношусь хорошо вот недавно я читал интервью что не буду называть фамилию человек с которым у меня хорошее отношение интервью опять-таки в известиях где он рассказывал о том что философия хорошего сделала в советское время вот как много она всего там достигла но ее просто не было поэтому о чем говорить значит вот те люди которые выполняли указания партии доказывали что победа коммунизма неизбежна они никуда не делись и сегодня они доказывают и пытаются так сказать продолжить эту линию и то что сегодня провозглашается сверху они опять это подхватывают и уже есть учебник истории в котором говорится целая глава о суверенной демократии есть учебники в которых пишут про выдающуюся роль Сталина и так далее и так далее то что от них пускай требуется то они и делают но при таком развороте событий очень многие мифы которые существовали в нашей науке социальной среди